Всем привет! В эфире Марковкин ТВ и с вами я, Дмитрий Никоев. Друзья, я хочу предоставить вашему вниманию очередной ретро-обзор на одно очень интересное мультимедийное устройство. И давайте скорее же посмотрим, что находится под этой волшебной тряпочкой. И тадам! Это фильмоскоп, друзья. Можно даже назвать его своего рода проектор. Проектор. Только знаете, проектор, он воспроизводит и картинку, и звук. А вот этот фильмоскоп производит, не то что не производит, ну, можно сказать, и производит, конечно же, да. Он проецирует и производит только лишь картинку. А озвучивать ее мы должны сами. Давайте скорее посмотрим, из чего же состоит этот проектор. В первую очередь проектор состоит... Давайте начнем с заду, с самого заду. Вот возьму сейчас отвертку. Вот открыл. Видите? Здесь находится лампочка. Здесь находится лампочка. Дальше за лампочкой находится линза. Эта линза увеличивает, усиливает свет вот от этой вот лампочки. Дальше, смотрите, дальше существуют вот такие вот баночки, в которых находится диафильм. Видите, написано диафильм для детей. Диафильм это такая пленка, похожая на пленку от фотоаппаратов пленочных. Вот видите, такая вот пленка. Называется диафильм. Томите, картинки какие-то. Вот эти картинки мы должны увидеть с вами на большом-большом экране. Пусть это будет стена, пусть это будет любая поверхность, но главное, чтобы она была белая. Смотрите, вот здесь есть отверстие. Вот такое отверстие. Вот оно. Это как раз таки для диафильма. Мы туда засовываем диафильм. Смотрите, вот прям туда. Вот прям туда засовываем диафильм. Вот видите? Вот прям туда. Вот. И он должен вылезти вот с этой стороны. Вот видите? Отличенка. Все. Мы туда поместили диафильм. Вот. Теперь мы включаем наш проектор. Мы включаем. Вот. Фильмоскоп мы включили. Видите, лампочка загорелась. Свет от лампочки через линзу усиливается. Вот с этой стороны, вот именно вот с этой стороны, есть еще одна линза. Вот одна линза, которая ездит туда-сюда. Да, она ездит туда-сюда. Эта линза тоже увеличивает... Нет, наоборот. Та линза, которая за лампочкой, она усиливает свет от лампочки. А вот эта вот линза, она увеличивает размер картинки и увеличивает резкость. Да. Либо ухудшает, либо увеличивает. Все зависит от расстояния вот этого вот устройства. На каком расстоянии находится устройство от стены, например. Да. И вот благодаря вот этой вот штучке мы можем отрегулировать. Надеюсь, я объясняю доходчиво. Да. Вот такая штучка. Видите, она там ездит внутри. Видите, мы уже можем увидеть, увидеть, как там что-то светится. Ну, давайте закроем вот эту фигнюшу. Вот эту фигнюшу мы сейчас закроем с вами. Вот просто закроем, чтобы она не светила и не лупила нам в глаза. Вот все. Готовченко. Смотрите, я вам могу показать вот так вот. Давайте наискосок попробуем показать. Нет, наверное, плохо видно, потому что стена, видите, не белая. Она не белая стена. Поэтому мы ничего с вами не увидим. Но мы с вами увидим, если зайдем в какую-нибудь темную комнату, выключим свет. Да, мы в темную комнату заходим, выключаем свет и видим там нечто. Ну что ж, друзья, сейчас давайте пойдем в темную комнату и увидим новенькую, интересную сказочку. Поехали! А я кто? Бабушка купила щенка на базаре. Щенок был таким маленьким, что казался игрушечным. В большом бабушкином дворе, где жили куры, гуси, огромный пес-полкан и кошка-клаша, такой маленький щенок был даже незаметен. Ой, испугался щенок. Сколько здесь всяких больших и полезных живет. Кто дом стережет, кто цыплят высиживает, а я... И тут, мягко ступая, к щенку подошла кошка-клаша, красивая и хитрая. Здравствуй! Ласково сказала она. А ты кто такой? Я собака. Скоро буду, когда вырасту. Какой же собакой ты будешь? Щенок еще не знал, какой собакой он станет. Может быть, сторожевой, как наш полкан? Насмешливо подсказала кошка-клаша. Ну, конечно, обрадовался щенок и помчался искать, чтобы такое важное построжить. Лавку в палисаднике. Чучело в огороде. Старый велосипед. Ну, что же важнее, наверное, будка полкана. Ведь у нее такая красивая крыша. Каково же было возмущение старого полкана, когда он узнал, что какой-то щенок собрался сторожить его, полкана, в дом. Я же хотел как лучше, смущенно моргал щенок. Конечно, хотел. Кошка-клаша как бы случайно снова оказалась рядом. Наверное, ты все-таки не строжевая собака. Щенок только виновата кивал. А что если... Кошка-клаша прищурилась и дернула кончиком хвоста. Ты станешь собакой охотничьей. Охотничьей, ну точно, именно охотничьей. Я немедленно начну охотиться. Спасибо, что подсказала. Кошка-клаша спокойно улеглась на солнышке. Но поспать ей не удалось. Из сарая с визгом выскочил щенок. Ну что еще? Лениво спросила кошка-клаша. Ой-ой-ой! Я их боюсь! Визжал щенок. Кого такого страшного нашел ты в нашем сарае? Спросила кошка-клаша. Там эти серые с длинными тонкими хвостиками. Я пошел охотиться, но почему-то их боюсь. Оправдывался щенок. Как ты смел охотиться на моих мышей? Возмутилась кошка-клаша. Нехорошо охотиться в чужих владениях. Щенок уже не знал, кого ему бояться. Длиннохвостых мышей или кошку, распушившуюся от негодования? Ну ладно уж, прощаю, раз не поймал. Но вообще-то ты не охотничаешь, щенок. Разве охотничьи собаки чего-нибудь боятся? А какая же я собака? Схлипывал щенок. Не плачь. Иначе кошке-клаше было уже жаль щенка. Ты, наверное, знаешь, какой собакой будешь. Кошка-клаша подняла зеленые глаза, вспоминая нужное слово. Декоративный. Вот. Какой-какой? Декоративная собака. Это значит, собака для красоты. Важно, сказала кошка-клаша. Будешь что-нибудь украшать? Я? А как это? Так, это. Украшай, что хочешь и как хочешь. И кошка-клаша ушла. Мяу. Ей вовсе не до каких-то там непонятливых щенят. А маленький щенок, опечаленный, пошел искать, чтобы там такое с собой украсить. Старый велосипед? Старый велосипед? Неинтересно. Будку полкана? Ой-ой. А вот клумба возле скамейки. Такая смешная клумба. Щенок залез в самую середину клумбы и улегся на цветах. Устал ведь. Сторожем был, охотником был, а сейчас еще и украшением стал. Вот и бабушка пришла и видит, новый щенок улегся прямо на ее любимые цветы. И что же, бабушка рассердилась? Хотела, но раздумала, только рассмеялась. Щенок ведь маленький совсем. Вот и перепутал все. Разве можно на него сердиться? Взяла бабушка щенка, положила в корзинку и сказала. Спи, здесь-то получше. И щенок подумал, засыпая. Может быть, завтра разберемся, какой собакой я стану, когда вырасту. Вяу-вяу-вяу-вяу-вяу. Всем спасибо и до новых, друзья, встреч. Пока-пока.